И спасение – это разные вещи. Вот если желаете узнать что про душу, о смысле жизни человека, мы можем возвестить вам о великой радости, что за наши грехи умер Христос и всех зовет к покаянию. Об этом нам говорит Евангелие, Слово Божие. Жизнь – это коротко, не успеешь глянуть уже на той стороне. А там что? Там вечность? Быть с Богом в раю или с сатаной в огне гореть? И притом Господь дает спасение даром. Это нет ни в каких религиях. Это христианство дает только. Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Вопрос. Наедине, когда один. Человек, когда один дома бывает, никто ему не мешает. Ну можешь задуматься, а для чего я живу на земле? Для чего ты живешь на земле? Да, для чего каждый человек живет? С какой целью родился? Или никак? Чтобы прожить жизнь в краях, понимаешь? Ну да. А потом? Ну что, а потом туда? Нет, не туда. После жизни другая жизнь есть. А одни пойдут в ад, другие в рай. Там суд божий. Ну а кто кто? Это не доказано же, правда? Доказано. Это доказано. Очень даже. Смотри. Во-первых, Слово Божие подтверждает это. И другое. Наш опыт жизненный. И сама природа. Вот честно, мне обессудь. Вот честно. Ну это Библию, понимаешь? Это же тоже кто-то писал просто. А кто ее писал? Вы ее когда читали? Я не, я не читал ее. Ну а как можно такую рецензию давать? Кто-то написал пренебрежительно. Нет, ну так я хотел ее узнать. Я ее спрашиваю. Это ее же кто-то когда писал. Да, писали. Писали ее 40 лет. Это 40 лет, говорю. 1600 лет 40 авторов. 40 авторов, правильно? Да. И всеми им двигал Дух Божий. И все, вы так говорите, уверены, что Дед Шталтамба существует рад. А совесть человека разве не подсказывает ему, что справедливости на земле нет? Она где-то в другом месте должна восторжествовать? Справедливости не было и нет и не будет. Ну ясное дело. Значит отсюда и вывод, что Бог справедливый. Как он может это допускать? Значит где-то расчет будет в другом месте? Ну, значит да. Значит не то что расчет будет. Значит мы просто все попадем в одно место. И оттуда уже будем излагаться. Я не уверен в каком, я не могу точно сказать в какое место. За наши грехи умер Христос Спаситель. Умер и воскрес, чтобы мы жили для Бога. А мы той кровью Его причистой. Честно, честно, я не могу это. Не поспорить, ничего не могу сказать против этого. Я как бы в этих информациях таких не владею, конечно. Но я бы если владел, я бы еще бы поспорил. Но, но, для меня одно непонятно. Ну что за гробом есть другая жизнь? Вы в это верите, нет? Или умер и все на этом? Я нет, я не верю. Ну смотри, давайте конкретно. Сегодня христиан 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульман 2 миллиарда. Буддистов 2 миллиарда почти что. И всего христиан на земле 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульман. Мусульман, которые верят в то, что написано вот в этой книге. Смотри сюда. Ну, в Коран, ну. Да, это 2 миллиарда мусульман верят, что за гробом другая жизнь. Делающий добро получит хорошо. А делающий зло ему будет гореть в огне с сатаной. А они тоже верят в это? Я понял. Отнесло какой-то. Так, у вас желание-то есть что-то про свою душу узнать? Для чего родились? Что будет дальше? Что об этом говорит Господь Бог в откровении? Нет, желание есть. А что будет дальше? Ну, да, сейчас если мы все погибнем, умрем. Что мы дальше-то? У вас дома выход-то, когда уйдете с работы, это вы работаете в магазине, да? Да. Вот вы, если вы могли сейчас два слова записать, только два, чтобы не забыть. Я что-то не смогу, конечно, но я запомню, постараюсь запомнить. Нет, вы не запомните. Это два слова, которые вы никогда не слышали. И тогда вы найдете все, что желаете. Ну, так вы скажите, я, может, и слышу. Нет, не запомните. Возьмите, запишите. Хоть на стекле, слюнями напишите. А потом перепишите. И тогда... Я здесь, я здесь и со мной скоро пишу, давайте. Давай, пиши. Игнатий Лапкин. Это я. Напиши Игнатий Лапкин. Так. Вот. А теперь есть такая система, скайп. По скайпу разговаривают. По скайпу зайдите, зарядите. Игнатий Лапкин. Я вам скину наши ресурсы. Которых, подобных, нету в интернете и сети даже. Там я отвечаю на тысячи вопросов студентам. По радио. И ваши вопросы. Там 4124 вопроса. Вам будет очень интересно. Это я понял, Игнатий. Это я вас понял. Так вы не ответили на мой вопрос. Вы сказали, не хочешь ли вы узнать, правильно? То есть я задал вопрос, что будет дальше. Я вам отвечаю, что будет дальше. Про скайп. Я такими источниками не владею. Я такими источниками не владею. Вы конкретно мне скажите, что будет дальше. Это потребное вам на будущее человека и будущее мировой истории. В этом вопросе два вопроса. Первое. Ну тогда Игнатий, я могу вам так сказать. Нам, наверное, будет не по пути в этом случае, если вы не можете ответить на вопрос. С чего вы решили, что не можете? Я вам поясняю, а вы не можете. Зачем вы говорите эти слова? Так вы поясняете, поясняете, но вы проходите какие-то... Я отвечаю. Верующим в Сына Божия. Слушайте. Верующим в Сына Иисуса Христа иметь жизнь вечную, будущее. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий на нем будет в огне гореть с сатаною. Вот будущее. А у истории, у земной истории... Нет, так вы не поняли, Игнатий. То есть, просто после, после смерти человека, смерть, то есть после смерти человека, человек куда попадает? После смерти человек идет на временные суты, 40 дней идет по 20-ти ментарствам. Это все на наших ресурсах. Это объяснять вам не одну минуту. Вы не одну минуту не учились, а я 57 лет это учу. Я как могу вам все отдать? Но я говорю коротко, тебя ждет только налево или направо. То есть в огонь идти или в Царство Небесное. А это зависит от того... Хорошо, это от кого будет зависеть? От вас лично, только вас. Как вы отнесетесь к Богу? Будете блудить продолжать дальше? Или будете жить для Бога? Я вам уходил телефон. Чтобы людям рассказать, то, что здесь делается, достойно вечной казни. И Господь дает слово своему. У меня такая же книга есть. У меня тоже есть такая же, я читаю. Но показать вы ее не сможете. Она у бабушки в другой квартире. Не, не, не. У меня такая же есть, я тоже читаю. Ну почему 250 человек говорят есть, и ни один показать не может. Брехуны? Не, не, не. У меня есть... Ну покажите, пожалуйста. Я прошу. Вы войдете... Я сижу, я сейчас сижу, пью, пью. Ну понятно. Здесь все пьют, заливают блудный огонь. Нигде нельзя трогать. Блудный огонь... Нигде нельзя трогать. Почему нигде не пьют? Вы понимаете, я только пытаюсь сказать, вы сразу... То есть, сатана не дает вам высушить ни одного слова. Знаете, ни одного предложения я не могу закончить даже. Ни одного предложения не могу закончить. То есть, вы ничем не нуждаетесь. Полностью оглупленные. Это все от женской вони. Собрали все блудники сюда. А я пришел сказать вам, что ждет. Да, 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 соглашусь с вами, да. Ну да. У меня такое впечатление, что у мужиков не хватает женского внимания. Это все одни мужики только. Половина голая. Процента 85 мусульмане. Самая блудность с земли собралась сюда. Содом и Гаморра. Ну, естественно же. Новые технологии, самый блуд. Ничего хорошего не ведут. Это однозначно. У вас есть вопросы, касающиеся души, вечности, будущего? Желаете что-то узнать? Но об этом можно много говорить, к сожалению. Вы же сами понимаете, что это обширное. Да не много, а всю жизнь жить этим надо, чтобы не попасть в ад. Я вам, Бог, вам дать огромное сокровище. Я живу и век учись, как говорят. Вам тоже, чтобы у вас было все хорошо, счастья, здоровья, всего наилучшего вам. Да это все слова. Надо самому себя определить, где я буду после смерти. С Богом или с сатаной? В раю или в аду? Ну, вы же сами понимаете, негрешников нету, а где мы будем, это будет... А вот для этого-то на землю сошел Сын Божий Христос и умер за грехи людей. И всех зовет к покаянию. Придите ко мне все труждающиеся обременно, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, иго мое благо и бремя мое легкое. Вот как Библия говорит нам. А можно вопросик? Да можно не вопросик, а вопрос серьезный. Вопрос серьезный. А вы в церкви или вы вообще как? Дома, дома. Мы православная церковь. Проповедники пришли. Не, не, я понял. Ну, вы просто верующий, да? Ну, как просто? Я христианин. Это не просто. Это перемена всей жизни. Я этому состоянию 57 лет отдал. А пришел в 20-ти годы. Я смотрю, просто вы с бородой, по-моему, мне кажется, в рясе, нет? Нет, это затисканная одежда на мне. А, я просто смотрю черный цвет, я думал, в рясе. Да нет, какая тут ряса-то? Ну, видите, что. А, ну все, вижу, вижу, да. Люди должны выбрать сегодня благословение или проклятие. Жизнь или смерть. Господь говорит, а зачем вам умирать? За нас умер Сын Божий Христос. Конечно же жизнь. Христос умер за наши грехи и воскрес. Поэтому сегодня нет оправдания людям, что они живут во грехе. Покайся, и жизнь твоя начнется другая. Ну, конечно. Главное всегда каят. Церкви, если открыты, сходить к священнику, исповедоваться. Вот мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. В смысле, это у вас деревня, это, подождите, это как земля, вы создаете деревню православную? Как деревню? Получили статус. Первым делом построили храм, школу государственную, за свой счет все. Дороги сами строим. Шесть прудов оживили вокруг, теперь рыбу запустили. А, у вас, наверное, красивая природа там, я думаю. Очень красивая природа. Это бывшая наша деревня, которой 20 лет не было нигде. Пустырь. И таких сел сегодня в России около 30 тысяч. Не, ну, конечно, как бы в это направление идет дело. Без этого никак. Ну, как, если без Бога? То у нас тут есть, который приехал, у него, кажется, 28 только грузовиков было своих. Люди начали строить двухэтажные дома. На полтора года и дальше все развалилось. Вначале блудить, воровать. Ну, так устроена суть современная. Ничего не сделаешь, все воруются. Да не, надо по-другому жить. У нас тут в деревню въезжаешь, везде надписи. На территории деревни курить запрещено. На территории, не в дому. Ну, почему? Ну, как же выбирать? Нельзя же, как бы, человеку запрещать курить, пить. Да пускай он пьет в другом месте. То есть, если он избрал здесь вот садом, тут он пьет, курит. Но у нас в деревне нельзя. Ну, а как же не ради пьянки, а ради здоровья такая способница? Человек выпивает за обедом. Для здоровья? Вы найдите одного человека сегодня, который для здоровья пьет. Он здоровье потерял через это. Семью развалил. С работы выгнали. Не, ну, почему? Не алкоголь же только разрушает семью и угоняет с работы. Много чего бывает. Да у нас все бывает без Бога. За время перестройки в России убито в утробе матери 120 миллионов детей. Не, ну я знаю, да, о чем говорить. Ну, так о чем говорить? Скурит человек, 12 лет жизни отнято и 10 лет будет туберкулезом везде харкать. Да он выпивает. У нас страна пьянь. Понятно, но мы же сами сделали выбор. Ну, выбор-то сделал человек, они просто его подталкивали к этому. Почему этот выбор не делает в Судане, в Йемене? Потому что если он пьяный, ему к утру голова будет на штакетнике висеть. Там ни один человек не выпьет. 1300 лет они не пьют. Мусульмане пример в этом деле показывают. У них этого нету. До брачной ночи... Рано или поздно... До брачной ночи... До брачной ночи 100% девственность. А у нас в седьмом классе шлюхи уже не найдешь. На вторую букву алфаю-то называй. Ну, сказано, да, верно, ничего не сделаешь. Потому что никто не занимается этим. Никому не надо. В Российской Федерации только один человек, глава администрации, запретил аборт. Один. Кто это? Не знаю. Не знаете? Рамзан Ахматович Кадыров. Чеченская республика. Мусульмане. Опять же, не христианин. Ну, так а вы же... А мы христиане, поэтому у нас этого нету. В нашей общине нету этого. У нас никто не матерится, никто не пьет. Никто не курит. Ну, видите, как хорошо вам там. Это хорошо со Христом. Христос это дал. Как у вас с погодой-то вообще? Холодно, нет? Что? У нас холодает. У нас, говорю, холодает. А у вас как с погодой? Да погода ни при чем тут. Погода. По погоде речь не надо. Сейчас в открытую только в интернет, и сразу погода на месяц вперед. Ну, я понял, куда направление у вас идет. Да не надо, это пустое. Не надо на это обвлекать. Ну, я скажу, что второй день как похолодали. Снегу нет. Еще этого изменилось. Вам это разницы нет, и вы не здесь. Овцы ваши дома. Какая разница, у нас тоже самое. По России холода. Так, мужик, послушайте, не пустословьте. У меня времени нету, чтобы тратить на ваши тут улыбки. Я должен сказать о Христе, который умер, воскрес. Давайте, да, не будем тратить друг другу время друг у друга. Все, если вы хотите, вы придете. Если вы хотите больше узнать, вы спросите, как это найти. Я вам дам адрес. Я знаю, как это найти.